...передавал собственные переживания. Лирическое, субъективное содержание мадригалов в начале XVII века привело к возникновению новых способов их изложения. Все чаще в музыкальной практике встречаются исполнения мадригалов левцом-солистов, в сопровождении людней и других инструментов, баса-конкини. В начале XVII столетия возникают попытки перевести мадригальный стиль в театр. Создаются театральные произведения, основанные на музыке мадригального типа. Подобные спектакли получили название мадригальных комедий, которые, по сути, находились в непосредственной близости от оперного жанра. Но опера, как новый жанр, заслонила, а со временем и вытеснила мадригальную комедию. С другой стороны, родившийся оперный жанр оказал немалое влияние на мадригал, в чем можно убедиться на примере мадригала лошадами Марира, принадлежащую перу великого композитора Клауди Матриберди, который сегодня будет исполниться. Клауди Матриберди — крупнейший музыкант XVII века. Среди итальянских композиторов творит щитнограде позднего возрождения и раннего порога. Клауди Матриберд Клауди Матриберд Клауди Матриберд КОНЕЦ 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 Творчество Клаудио Монте-Верди в контексте развития музыкального искусства Италии, второй половины 16-го, первой половины 17-го века. Клаудио Монте-Верди Творчество Монте-Верди можно разделить на два периода, мантуанский и венецианский. В 1590 году Клаудио ходатайствовал о получении места скрипача в придворном оркестре Венченце Гонзаро и был принят на службу. Службу в мантуе принесла музыканту немало разочарования. Лишь в 1594 году Монте-Верди стал кантором и только в 1601 году получил должность мастера музыки герцога Монтуанска. В первые десятилетия при Монтуанском дворе Монте-Верди сопровождал патронов и его путешествий в Венгрию и Планке. В первые десятилетия при Монте-Верди 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 Здравствуйте. Монте-Верди 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok